Ее победы будет непросто, абсолютно точно, потому что Соня очень избирательно готовится к соревнованиям, очень избирательно она посещает сборы, верит в великие победы. Безусловно, этих великих побед у Сони было столько, что бумаги и красок не хватит написать. И молодая Алина Ключникова, представитель города Санкт-Петербурга, еще одна, кстати. Ну, Алина также только начинает свой путь к звездам, так скажем. Не просто будет великой сегодня, я опять же основываюсь на тех сборах, которые мы провели вместе. И так не складывалось на боевых практиках у Сони. Ну, боевая практика, понятно, что это такая подводка к соревнованиям. Владислав Шамис обслуживает этот, значит, бой. Судья международной категории. Вместе с Владиславом Шамисом также работает на этом третьем четвертьфинале Быков Андрей. Два арбитра в любом случае, потому что один стоит в поле, смотрит на спортсменов прямо напротив дорожки, а другой, дублирующий судья, работает с видеоповтором. И когда спортсмены, как мы с вами уже говорили, отправляют судью на видеоповтор, они вместе отправляются, смотрят и принимают решение. И так, два удара уже нанесла Софья Великая. Один пока удар только нанесла Алина Ключникова. Я думаю, что это будет интересный четвертьфинал. Но действительно, тут встречаются определенно опыт и молодость. Мы после тренировки с Соней пили кофе в зале. Соня говорит, Леша, так тяжело мне отступать назад, что делать? Значит, и тут я нашел гениальный ответ. Соня, не ходи назад, ходи только в атаку. Вот посмотрите, значит, три удара в атаке Соня наносит. То есть, помимо Дмитрия Владимировича Глотова, сегодня еще и Алексей Якименко секундирует Софью Великой. Ни в коем случае, я по-дружески. По-дружески совет. Но, конечно, сколько лет вы были вместе в одной сборной? Даже представить сложно. Второй удар наносит Алина Ключникова. Три-два. Да, не просто фехтовать на московской сабле. Не потому, что, в принципе, сам уровень соревнований, да, и этот зал, и это давление, и как освещаются средства массовой информации, да, и все это давит, безусловно. Но и очень сложно, что это все на виду. На виду у трибун, и на трибунах сидят критики, бывшие фехтовалии. Вот, например, самый главный критик сегодняшнего фехтования, это я. Это верно. Но таких критиков, поверьте, на трибунах очень много. Поэтому, помимо того, что должен выиграть бой, ты еще должен им, так сказать, угодить немножко и критикам фехтования. Их действительно очень много здесь. Полные трибуны, я бы так сказала, прямо напротив финального помоста у нас. Мы как раз вот с комментаторской позиции. Еще раз напомню, для вас работает сегодня Анна Берлинова и прославленный саблист. Тринадцатикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Алексея Кименко. И вот наша комментаторская позиция находится на трибуне, мы видим, что они заполнены зрителями. Потому что такого уровня соревнований пропустить очень сложно. И я знаю, что люди приезжают не только из Москвы, из Московской области, но и из ближайших регионов. Для того, чтобы увидеть вот этих наших олимпийских чемпионок вживую, посмотреть, как они фехтуют. И вот Софья Великая, как она сейчас снова в атаке, да, Алексей, наносит свой пятый удар. Не отступает, а в основном наступает. Хочется также еще сказать, что мы не видим тренеров в секторах, потому что Софья Великая тренируется у Дмитрия Владимировича Глотова, у старшего тренера женской сборной России в фехтовании на саблях. И Алина Ключникова представляет Санкт-Петербург, но тренируется сейчас в сборной у Дмитрия Владимировича, насколько мне известно. Поэтому в этом поединке спортсменки фехтуют самостоятельно. Да, большая география учеников у Дмитрия Глотова. Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Московская область. В общем, так все стремятся попасть в руки старшего тренера сборной команды России. И вот за удар гардой в маску желтая карточка Ключникова. А это говорит о том, что следующая желтая карточка, это будет штрафной удар. Но чаще всего желтые карточки саблисты получают за фальстарт. Поэтому тут надо учесть то, что Ключникова теперь нельзя. Раньше команды готовы начали начинать свой бой. Да, потому что дисциплинарные карточки, вот такие желтые, они суммируются. Не важно, какое было нарушение, но вот фальстарт, гарды в маску. Это в любом случае будет суммироваться. Поэтому еще одно нарушение, да, и действительно будет штрафной удар. Но Софья Великая наносит восьмой удар и отправляет спортсменок на перерыв. Как я уже сказала, Дмитрий Владимирович Глотов не будет секундировать спортсменка, поскольку тренирует и одну, и другую. И вот мы видим, как Софья Великая машет трибуну. А трибуны скандирует Соня. Соня, это та армия болельщиков, которая пришла сегодня переживать и поддерживать Софью Великую. Я обожаю спортсменов, которые не погружены в действие спорта, в данном случае фехтование. А которые могут пообщаться с зрителями. Воздушный поцелуй отправить трибуном, да, открытые. И эта открытость заставляет их и больше играть на дорожке, знаете, раскрепощенно вести свои поединки. Ну, Соня, это прекрасно получается. Она всегда очень на контакте со всеми. Она всегда дает автографы, всем детям уделяй, фотографируется. Очень здорово. Ну, есть чему поучиться. Как мы уже говорили, Софья Великая побеждала на этом турнире четыре раза. Также призером была этого турнира. И здесь, я помню, московскую саблю в 2017-2018 году. В 2018, по-моему, Софья стала мамой во второй раз. Она родила дочь Зою. И как раз с маленькой Зоей на руках, брат на трибунах. Да и, в принципе, все родственники были. И болельщики, и все наблюдали с трибун. Я помню, что трибуны находились не так высоко, как здесь, во дворце гимнастики Ирины Винер, в котором мы сейчас находимся. И трибуны находились не так высоко. И когда зрители не пустили на финальную арену, Софья Великая сама залезла на трибуны, перелезла к болельщикам для того, чтобы отдать автографы, для того, чтобы сфотографироваться. Конечно, потом всех уже пустили на финальную арену, и ограничения все сняли, потому что Софья Великая отказать просто невозможно. Готовы, начали. Вот мы с вами слышим, как празднует свой удар Алина Ключникова. Вот так. Каждый спортсмен поддерживает себя по-разному. Кто-то кричит, кто-то нет. Это абсолютно индивидуально. Конечно, люди, которые не знакомы с фехтованием, наверное, очень удивляются такой эмоциональности девушек наших. Как мы уже обговаривали с вами, прекрасные, женственные, как они выходят на помост, улыбаются, да, но как только опускается маска, это настоящие воины. И вот здесь мы с вами слышим истошный просто крик Алины Ключниковой уже два раза подряд. Два удара она нанесла. 9-8. По-прежнему впереди Софья Великая. Нанести удар Великой – это уже большой успех, да. А выиграть – это сродни сенсации. Поэтому, безусловно, все нанесенные удары Ключниковой, они очень эмоциональны, потому что уже 8 ударов, да, нанести для Ключниковой – это большой успех. Надо тут учесть то, что, опять же, я повторюсь, что Великая, она готовится очень избирательно к турнирам, да, и поэтому, может быть, не в самой лучшей форме, но при всем при этом она контролирует бой 11-8, она контролирует середину, закрывает и очень успешно переходит в атаки. И здесь, ну, очень правильно тактически Соня действует, на мой взгляд, и это приносит ей успех, безусловно. Справа атака на левый удар, слева закончилось видео, спасибо. И вот мы с вами дождались решения Владислава Шамиса, судей этого поединка. Удар остался за Софью Великой. И вот сейчас еще один удар, который арбитр уходит на видеоповтор. Мы слышим опять, как кричит и Алина Ключникова, уже и Софья Великая. Каждая из них считает, что именно она. И тут решение поменялось. То есть сначала присудили удар в пользу Алины Ключниковой, и Софья Великая попросила видеоповтор. Поменялось решение 12-8. И получается, что видеоповтор Софьи не сгорел, потому что она оказалась права. А вот в предыдущий раз, когда Алина Ключникова брала видео, мы с вами слышали, как Владислав Шамис сказал, судья международной категории, сказал о том, что видеоповторы у Алины Ключниковой закончились. Вот почему так важно в поединке правильно расходовать эти видеоповторы. Их всего два. И получается, что если ты пару раз окажешься неправ, где-то в начале или в середине боя, то в самый нужный момент, в конце поединка, у тебя их просто не будет. Да, прекрасный момент тактических пауз, длинные волосы. Надо, может быть, и нашим мужчинам посоветовать, потому что вот мы в каждом бою видим по 2-3 раза девочки поправляются и прически, тем самым взбивая темп. Ключникова в атаке. Ну что, надо атаковать, пора. Наносит таки удар в атаке Ключникова. Так как кошка крылась, да? Она так не совсем типичная сабельная атака была. Так больше на рапированную как-то похоже. Подбиралась маленькими шажочками. Да, мы с вами слышим, как слева атака, справа защита. Ответ от Софьи Великой. И 13-9. Впереди наша прославленная саблистка. Софья Великая из Москвы. Готовы, начали. Удар наносит Алина Ключникова. Но Софья Великая подходит к ней и просит арбитра проверить. Проверить обмундирование для того, чтобы убедиться в том, что все работает. Это, конечно, очень сложная вся система. Отлаженная как часы, да? Именно само оснащение фехтовальных турниров и вообще, в принципе, фехтование. Вот эта электрофиксация ударов и уколов. За секунду все передается. Даже менее секунды передается на аппарат. И мы с вами видим, зажигается лампа. 14-й удар нанесла Софья Великая. Как она выгнала практически, да? С дорожки, с финального помоста Алину Ключникову. То есть здесь, помимо того, что она нанесла удар, Алина Ключникова пересекла границу фехтовального поля. И, собственно, здесь или штрафной удар, или удар в пользу Софьи Великой. Да. Мне кажется, что в атаке была Софья Великая, но мы все-таки... Ну, раньше в атаке была Софья Великая, мне показалось. Но мы, естественно, ни за кого не болеем. Девчонки наши в любом случае. Но вот мы ждем решения судей. Повтор предыдущей атаки, ну, просто Т-72, ну, по-другому сложно назвать. Просто как танк раздавила в атаке. Но удар не был присужден. 14-10 по-прежнему впереди Софья Великая. Победа! Победа!